МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале ТВ 21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина, а пока коротко о главных темах. Доходы, расходы, итоги. Все обязательства, которые берет правительство на себя, они все заложены и учены в бюджете следующего года. Мурманская областная дума провела последнее заседание в уходящем году. Узнаем, каким будет бюджет региона. Мошенники не спят. Новая схема аферистов с пятитысячными купюрами. Игнорируйте предложения от посторонних лиц о проверке банкнот на подлинность. Расскажем, как защитить себя и не попасться на уловки злоумышленников. Новый год без долгов. С начала акции судебными приставами уже окончено 16 тысяч исполнительных производств. Взыскано 142 миллиона рублей. Отправимся на рейд с приставами и выясним, как под Новый год не остаться без машины. Лодки строили, лодки здесь эксплуатировали очень массово. Традиции мореходства на Баренцево-Морском побережье будут сохранять и возрождать. В Североморске открылся Арктический музей лодки. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации Мурманской Юрий Сердечкин вошли в состав Президиума Госсовета России. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным. Напомним, глава региона вошел в состав этого совещательного органа в декабре 2020 года. В рамках рабочей группы по развитию Арктики меньше чем за год была получена поддержка по важным направлениям. Ипотека, опорные населенные пункты, финансирование программы реновации зато из федерального бюджета, а также расширение программы «Приоритет-2030». Состав Госсовета подлежит обновлению два раза в год. Тем временем Мурманская областная дума утвердила бюджет региона на следующий год. Планируемый дефицит составил 15 миллиардов рублей. Откуда берутся такие цифры, на что идут средства и какие еще решения были приняты на последнем в этом году заседании, расскажет Александра Клепцова. Главный вопрос заседания – бюджет Мурманской области на 2024 год. Он был принят в первом чтении еще в конце ноября и отправлен на доработку. Контрольно-счетная палата предложила несколько поправок. Сегодня их согласовали и утвердили документы во втором и третьем чтениях. «Все обязательства, которые берет правительство на себя, они все заложены в бюджете следующего года. И бюджет как был в этом году, так и в следующем году он является социально ориентированным, потому что самые большие расходы у нас – образование, социальная политика и здравоохранение». Расходная часть бюджета составляет 142 миллиарда рублей. Больше половины средств будет направлено на социальную сферу. Например, по 100 миллионов предусмотрено на программы «Арктическая школа», «Теплое окно» и «На севере твой проект». В два раза выросла сумма, предназначенная на развитие спорта. В 3,5 миллиарда заложено строительство двух физкультурных комплексов в Мурманске, продолжение стройки бассейна в Североморске и реконструкция ледового дворца в Оленигорске. Еще 17,5 пойдут на здравоохранение. В первую очередь это покупка льготных лекарств, оплата части северных надбавок и финансирование компаний по привлечению кадров в Заполярье. «Впервые получилась положительная сайта по кадровой политике. Значит, на 140 человек больше пришло в здравоохранение в целом, поэтому положительная сайта. Часть людей уезжала, часть уходили по каким-то семейным обстоятельствам, часть на пенсию выходили». Подвести итоги года – тоже важный пункт нынешней повестки, ведь заседание последнее в этом году. Руководство каждой фракции или комитета готово представить самые важные, по их мнению, проекты и инициативы последних 12 месяцев. Одна из таких – прогресс по закону о земле для многодетных. Семьи, которые не смогли воспользоваться участками, могут вернуть их и получить 340 тысяч рублей. «При обсуждении бюджета я поднимал вопрос на комитете по строительству, чтобы эта денежная сумма была увеличена кратно. В регионах у нас у соседей 400 тысяч. Министр строительства заявил о том, что действительно рассматривается этот вопрос и, возможно, будет увеличено до 600-700 тысяч». В этом году парламент провел 9 заседаний. В повестке каждого было несколько десятков тем. Среди самых важных достижений – привязка зарплаты мамы к прожиточному минимуму, компенсация аренды жилья молодым ученым, решение об объединении двух должностей глав Мурманска. В следующем году Мурманской областной думе исполнится 30 лет. Торжественные мероприятия распланированы на весь 2024-й, а главный праздник состоится в декабре. Его депутаты седьмого созыва встретят в обновленном здании. Ремонт фасада уже завершен. Вскоре должны закончить и крыльцо. Александра Клепцова, Максим Кравченко, ТВ21+. Финляндия 14 декабря откроет два крупнейших КПП на границе с Россией. Об этом сообщила глава МВД республики Мария Рантанин. Речь о пунктах пропуска в юго-восточной Финляндии, в Альмой, в Северной Карелии, Нирала. Решение об открытии двух КПП будет действительно в течение месяца, до 14 января. Эксперты из университета Восточной Финляндии уверяют, полное открытие восточной границы затруднило бы контроль над ситуацией. Мы знаем, что по ту сторону границы есть люди, которые могут стремиться в Финляндию. Теперь можно более эффективно контролировать ситуацию, сконцентрировать ресурсы на двух пунктах пересечения границы. Напомним, из-за наплыва беженцев, которые пытались попасть в соседнюю страну через Россию, Финляндия закрыла все работающие КПП. Сотни иностранцев несколько дней ждали прохода через границу, в том числе и со стороны Мурманской области. Больше всего на погранпереходе Саала в Кандалакшском районе. Банк России предупреждает о новой мошеннической схеме. С ее помощью аферисты крадут деньги как офлайн, так и дистанционно. Через фальшивую ссылку на известное приложение злоумышленники получают доступ к телефону человека и его банковским счетам. Мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых банкнот номиналом 5000 рублей. Злоумышленники предлагают пользователям установить на телефоне специальное приложение «Банкноты Банка России», но дают ссылку на несуществующую программу. После ее установки аферисты получают удаленный доступ ко всем данным. «Это приложение является программой удаленного доступа, скачивая которой вы даете мошенникам возможность управлять вашим телефоном, вашим мобильным приложением и даете возможность злоумышленникам похитить деньги с ваших банковских счетов». Центробанк напоминает, что приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, и оно доступно на официальном сайте. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот, где именно они расположены, как должны выглядеть, подлинность официальное приложение не определяет. «Игнорируйте предложение от посторонних лиц о проверке банкнот на подлинность. Не скачивайте для этого по их рекомендациям никаких приложений. Не переходите по ссылкам из незнакомых вам источников. Подлинное приложение «Банкноты Банка России» размещено на сайте мегарегулятора». Также Банк России сообщает и о другом варианте мошеннической схемы, где эксплуатируется тема банкнот. Аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые купюры номиналом 5000 рублей на новые. Доверчивым людям, как правило, пожилым, при этом подсовывают фальшивые банкноты. Юрий Монаков, ТВ21+. В продолжении криминальной темы. В Мурманске разыскивают молодого человека, которого подозревают в краже средств с банковского счета. Полицейские предполагают, что юноша оплатил товары в магазине найденной картой. Молодому человеку от 19 до 23 лет. Он среднего телосложения, ростом 170-180 см с темными волосами. При покупке на камеры наблюдения он попал в пуховике желтого цвета, темных брюках и черной бейсболке. Если вы обладаете информацией о местонахождении этого человека, позвоните по телефону, который видите на экране. Тем временем заполярные приставы вышли на охоту за должниками. На парковках областного центра они проверяют наличие штрафов по номерам автомобилей и арестовывают транспорт злостных неплательщиков. В регионе проходит акция «В Новый год без долгов». Акция «В Новый год без долгов» – традиционное мероприятие Федеральной службы судебных приставов. С 1 декабря по всему Заполярью сотрудники проводят рейды, ищут автовладельцев-должников. С начала акции судебными приставами уже окончено 16 тысяч исполнительных производств. Взыскано 142 миллиона рублей. Вынесено более тысячи постановлений о ограничении выезда должников за пределы Российской Федерации. Административные штрафы и задолженности по кредитам. Их наличие сотрудники проверяют прямо на месте при помощи специального приложения. Не забывают и о налогах. Их неуплата – достаточная причина для ареста транспорта. При неуплате налогов налоговым органам применяются меры принудительного взыскания за должность в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Также при неуплате налогов и сборов должник несет дополнительные расходы – это пение, исполнительный сбор и госпошлина. Хотя машин на парковке в этот раз было немного, призом удалось найти один автомобиль должника. Сумма небольшая – 5 тысяч рублей, непогашенный административный штраф. Поэтому сотрудники решили не арестовывать транспорт, а ограничиться предостережением на лобовом стекле. Продлится акция до 15 декабря. Денис Куратов, Станислав Евглевский, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Денежные выплаты и новые квартиры для докторов. В Печенском округе врачей становится больше. За 9 месяцев работы в районную больницу приехали 12 специалистов. Дефицит медицинских кадров сегодня есть не только в Мурманской области. И для тех, кто выбирает северный регион, стараются создать лучшие условия. Енина Морозова продолжит. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Доктор Даржиханда Уржинова впервые встречает гостей в новой квартире. Апартаменты показывают с гордостью. Для комфортной жизни есть все необходимое. Сама она родом из Сибири, на север, в Никель приехала работать около двух месяцев назад. Позвали коллеги. Мои дорогие коллеги, когда я с ними созвонилась, они уже были здесь. И рассказали условия работы и условия проживания. Мне все понравилось. Я рискнула ехать и не жили. С начала 2023 года работать в Печенскую ЦРБ приехали 12 врачей. За столь короткий период и столько докторов такого прежде в учреждении не было. Добиться результата позволили совместные усилия правительства Мурманской области, муниципалитета, руководители Печенской ЦРБ и Кольской ГМК. Городообразующее предприятие помогает сделать современный ремонт в квартирах для докторов. Приехавшие на работу специалисты также получают выплаты по программам «Земский доктор» и «Квотируемая должность». Приезжающие доктора у нас получают также выплату. Это «Земского доктора» и «Квоту». По никелю получают 3 миллиона рублей, а по городу Заполярную 2,5 миллиона рублей. Поощряют в Печенской ЦРБ и тех врачей, что приглашают приехать на север своих коллег. За это специалист может получить единовременно 30 тысяч рублей. Участниками программы уже стали двое новых докторов. К слову, в тот же день ключи от нового жилья в Заполярном получил врач-дерматовенеролог. В каждой квартире современный ремонт, есть комплект мебели и даже кухонный гарнитур. Часть квартир уже переданы врачам-новоселам. В остальных пока идет ремонт. Для Кольской ГМК это важный социальный проект. В рамках соглашения между компанией «Норийский никель» и правительством Мурманской области, которое было подписано между губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом и президентом компании Владимира Олеговичем Потаниным 7 сентября этого года, в течение еще двух лет мы планируем выделять средства и в Печенском округе, и в Учегорске на ремонт квартир, конкретно для медицинских работников. Программа по обеспечению врачей квартирами продолжится уже в январе. На работу в Печенский округ приедут врач-уролог и врач-инфекционист. А достойные условия помогут привлечь докторов и других специальностей, которые нужны больнице. Инина Морозова и Владислав Хрущев, ТВ-21+. Мурманская восьмая гимназия преобразилась. В здании отремонтировали фасад и подключили архитектурную подсветку. Полностью строительные работы обещают закончить до конца года. Проект разрабатывали около года. Выбирали дизайн, цвета, расположение декоративных элементов. Результат оценили школьники и наши корреспонденты. Мурманская восьмая гимназия распахнула свои двери на улице Академика Кнеповича в 1969 году. Она стала одной из самых больших школ в микрорайоне. Сегодня в ней учатся дети с 1 по 11 класс. За 50 лет здание учебного заведения изрядно обветшало. Поэтому в начале июня этого года началась масштабная реконструкция. Хотя подрядчик не останавливал работу ни на день, учебный процесс не прерывался. Работники учитывали наши особенности, а школа работает у нас в первую смену, а во вторую смену у нас дополнительное образование. Учебный процесс не пострадал. Наоборот, соблюдение всех правил техники безопасности, соблюдение всех режимных моментов, все это помогло вести работу и реализовывать задуманный проект. Сначала во всем здании установили новые окна, затем взялись за фасад. Проект разрабатывался около года. Использовали самые современные материалы. Поменяли цветовую гамму, стены стали яркими, появилась подсветка. Даже в полярную ночь внешний вид гимназии поднимает ребятам настроение. Вообще я очень рада новому фасаду, визуальному изменению в нашей гимназии, потому что я думаю, что это придает ученикам уверенности в себе, то, что они идут в школу и вот прям видят это светящееся название нашей гимназии. Когда мы идем в школу, видим эту красоту, глаз радуется, сразу появляется желание учиться. Обновление стало возможным благодаря давнему партнеру учебного заведения, Мурманскому морскому торговому порту и национальной транспортной компании. Компания на протяжении многих лет оказывает гимназии поддержку. Конечно же, они оказали очень большую поддержку именно в преобразовании внешнего обылька гимназии. И сейчас, если мы посмотрим, гимназия отвечает всем современным требованиям. На сегодняшний день работы еще продолжаются. Финальные штрихи, подсветка и новая входная группа будут полностью установлены до конца этого года. Кирилл Горпиняк, Владислав Хрущев, ТВ21+. Юные мурманчане получили первые паспорта. В честь 30-летия Российской Конституции их пригласили в зал совещаний Городского совета, где вручили документы. Получение паспорта зачастую запоминается на всю жизнь. Особенно знаменательным это событие становится, когда получаешь документы из рук главы города. У них появляются не только права, но и обязанности и ответственность. И это должно пройти сквозь всю их жизнь. Надеюсь, что так и будет, уверен даже в этом. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы они навсегда стали мурманчанами. Это традиционные наши пожелания. Десять выдающихся молодых людей, отличники учебы, спорта и общественной жизни в этот день пригласили в Мурманский городской совет на торжественную церемонию. Среди тех, кто получает паспорт, Софья Упадышева. Она участница регионального этапа научной конференции «Юные исследователи». Очень страшно. Очень страшно и волнительно. Но, мне кажется, все пойдет очень хорошо. Такое мероприятие в городском совете проводится ежегодно в честь Дня Конституции. В этом году основному документу страны исполнилось 30 лет. Ребята получили его издание и подарок от главы города. В Североморске появился музей лодки. Открыли его на территории морского клуба «Калипсо». В музее можно узнать о мореходных традициях, увидеть модели и старинные фотолодок, узнать о подвигах людей, которые осваивали берег Баренцева моря. На открытии побывала и Нина Морозова. В Североморске открывается музей арктической лодки. В Северноморске его автор Игорь Логинов строит лодки по старинным чертежам, сам выходит на них в море, а еще здесь сохраняют традиции арктического мореходства. Это лишь кажется, что деревянные лодки остались в далеком прошлом, считают авторы музея. На самом деле традиции их строительства на Мурме не стоит возрождать. Североморец Игорь Логинов изучает и конструирует лодки много лет. Супруга Алла и сыновья его поддерживают. Так за два года вместе собрали коллекцию, чтобы рассказывать людям о мореходных традициях Севера. Лодки строили, лодки здесь эксплуатировали очень массово. Но, к сожалению, история об этих лодках, она как-то не на поверхности лежит. И моя задача как-то это поближе к людям пододвинуть, чтобы любой папа, любому ребенку мог рассказать, что товарищ ребенок, сто лет назад наши предки ходили вот на такой лодке. Особенно пристально Игорь изучает особенности строительства и оснащения лодок на Баренцево-Морском побережье. Минувшим летом он с семьей и единомышленниками спустил на воду собственноручно построенный сельдяной карбас – первый музейный проект. Это уже третья лодка Игоря. Нюансов и вопросов при постройке было немало, но все удалось. Имя карбасу дали «Пехтарь» и все лето он провел в море. И мы на этой лодочке посетили много места на Кольском, в Кольском заливе. Нас с этой лодочкой позвали в Кижи, в музей на острове Кижи. У них там проводится ежегодная кижская регата деревянных традиционных лодок. Выступление оказалось успешным, два призовых места. Такое развитие местной морской культуры позволяет и историю края изучать. А еще формировать у подрастающего поколения и гостей облик региона полной особенностей. В планах у Арктического музея лодки новый интересный проект. Вторая лодочка, которую мы будем строить, это будет Мурманская шняка. Вот Мурманская шняка – это как раз уже самая популярная лодка Мурманского берега. И на этой шняке мы не просто восстанавливаем традиции мореходства, мы еще планируем очень такой серьезный поход из Мурманска в Дербент. Музей – это не просто коллекция и экспозиция. Это и мастерская, и площадка для встреч, общения с единомышленниками со всей страны. На открытие экспозиции коллеги из Северодвинска прислали несколько исторических экспонатов. На карте Мурманского туризма появляется новый объект. Это важно. И важно, что такие инициативы, они поддержаны и фондом президентских грантов. И я очень надеюсь на то, что проект будет дальше развиваться. И это не превратится только в музей внутри себя. Следующий наш шаг – это чтобы туроператоры наши узнали об этом музее, чтобы нашли новые возможности сотрудничества. Североморск интересен гостям. В этом году туристический поток в столицу Северного флота увеличился в два раза. И теперь в городе есть возможность познакомиться не только с историей флота, но и погрузиться в другую эпоху, полную невероятных открытий. Янина Морозова, ТВ21+. Мурманск вошел в топ-3 самых популярных у иностранных туристов городов. Такую статистику привел один из сервисов бронирования отелей. Этой зимой заполярная столица опередила Казань и оказалась на третьем месте рейтинга. Самые популярные у иностранцев города – Санкт-Петербург и Москва. К слову, в списке востребованных направлений оказалась и Териберка, которая в прошлом году была далека даже от первой двадцатки. Ближайшие два дня Кольское заполярье будет находиться в малоградиентом Барическом поле. Синоптики в Мурманской области прогнозируют снег. Правда, потепление ожидать не стоит, как и откладывать покупку теплой одежды. Как подобрать качественную и стильную куртку и при этом сэкономить, расскажут эксперты. С прошлого года ситуация на российском рынке сильно изменилась. Более трех тысяч зарубежных компаний его покинули, однако компания «Орсо Групп» нашла выход. Норвегию признали недружественной страной, принудив компании полностью покинуть российский рынок. Но они же сами закрыли товарооборот с Россией, и их же компаниям невозможно вывести товар обратно в Норвегию тоже или в Евросоюз. Они как в ловушке. И получается так, что единственный вариант – это распродать все здесь, на территории России, со своими убытками, за треть от стоимости. То есть скидка на этой неделе, на этот товар получается аж до 70%. Главные особенности модели одежды – натуральные наполнители, система климат-контроля и непродуваемый и непромокаемый верх из мембранной ткани. Это практически последние модели в России, и с каждым днем их становится еще меньше. У этой дубленки внутри натуральная шерсть – тавчинг овчина. Снаружи замша. Она, если что, полностью выжжена лазером, и весь мокрый снег с нее стекает. За ней очень легко ухаживать. Модель, если что, двухсторонняя. Ее можно носить как на эту гладкую сторону, так и на внутреннюю, на пушистую сторону. Интересные модели. Такие. Вот на мне тоже очень хорошие. Так девушка мне посоветовала, понравилось. Норвежская выставка будет работать до воскресенья 17 декабря. В Кандалакше на улице 50 лет октября 12 в бывшем магазине «Дом обуви». В Манчегорске на проспекте Металлургов 34 в торговом центре «Дружба» и в Мурманске по адресу Кольский проспект 134. Торговый центр «Форум» – первый этаж справа от МФЦ. Вас ждут с 10 часов утра до 8 вечера. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше до минус 13 снег. В Умбе также возможны осадки до минус 10. В Полярных Зорях снежно – минус 10, минус 12. В Апатитах также возможны осадки – около 10 градусов со знаком минус. В Кировске до минус 11. В Кавдоре осадки – минус 11, минус 13. В Манчегорске также снежно – до минус 14. В Лавозере переменная облачность – осадков не ожидается. В Оленигорске также без осадков – до минус 13. В Никеле – облачно с прояснениями – минус 14, минус 16. В Заполярном – без осадков – до минус 15. В Североморске осадков также не ожидается – минус 14, минус 16. В столице Заполярья переменная облачность – до минус 16. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова